Самая важная корона для Дианы – это самая первая, которую получила на Бердском конкурсе красоты в 2017 году. Дальше победы на всероссийских конкурсах. И буквально на днях привезла главную корону. Женщина, которая стоит с таким же кубком, приглядеться на эту корону на земном шаре. Она имеет определенное значение. Миссис Глобал Юниверс. Это сейчас, наверное, самая главная, самая серьезная корона. Я мечтала, чтобы было семь корон. Знаете, такая смешная фраза была, что корона – неделька. Как у некоторых другие вещи – неделька. У меня корона – неделька. Каждый день ходить, суп варить в одной короне, потом в другой – гладить. Но получилось девять. Международный конкурс красоты для категории «Миссис» проходил неделю. В нем участвовали 19 женщин со всего мира. Конкуренция сильная. Каждая была достойна победы. Конкурсы интеллектуальных талантов, фото- и видеосессии в национальных костюмах, собеседования на английском языке. У этого конкурса нет гимна. И я подумала, если я напишу гимн, по-любому я должна войти в топ, чтобы меня потом приглашали, и я его пела. Это хитрый флан, который сработал. Рабочая схема, я так теперь ее называю. И мне дали только третье место. А первое и второе дали танцам Нидерланды и Мексика. Было много фотосессий. Одна из них — это фотосессия в купальниках. Для этого нас отвезли на отдельный остров. На этом острове были только мы. Опять же, коронавирус. Все-таки это международное мероприятие. И было очень много мер по нашей безопасности предпринято. Участницы были очень сильно подготовлены, особенно национальные костюмы. Очень тяжелые, очень большие, очень необычные. У всех стран, почти у всех стран были очень большие массивные костюмы. Как они их везли, я не понимаю. Потому что у меня был русский сарафан с большим, да, кокошником, но не настолько. Девушки были очень такие, знаете, на удивление дружелюбные, приветливые. И прям какая-то была такая атмосфера. Все обнимаются, все фотографии подходят, делают с тобой селфи, комплименты делают на английском, да, уже потом начинаешь все это понимать. Но потом уже перед финалом, допустим, у одной из участниц, не знаю, кто это сделал или как, или случайность, национальный костюм был порван перед выходом, да. Может быть, это случайность, может быть, нет. Чувствовались моменты такие уже под конец напряжения. Но Стахеева совсем справилась. Видимо, сибирский характер. Кстати, на конкурсе берчанка представляла именно Сибирь. Диана семь лет занимается аквайтспортом. Сегодня она рекордсменка Новосибирской области по зимнему плаванию. Личный рекорд – 24 минуты в проруби, расстояние – 725 метров. Говорит, занятия спортом закаляют не только физически, но и морально. Вот это мое хобби, которое помогает, кстати, кушать все, что хочешь. Потому что я очень люблю кушать все, что хочу. И не отказывалась себе в этом вообще ни в конкурсе, ни до конкурса, ни после. А когда купаешься просто в проруби, естественно, запускается обмен веществ лучше, да, метаболизм ускоряется. Потому что перепад температур холодный, а потом мы в бане это совмещаем. Поэтому можно, если ходить регулярно закаляться, можно себе позволять вообще, мне кажется, все. Прорубь – это, наверное, лучшее изобретение человечества, мы это называем. Потому что ощущение, как будто ты сходил в спа после вот такой тренировки. Она все успевает. Главное, говорит, научиться планировать свой день. Диана – автор проекта по поддержке детского спорта. Предприниматель – молодая мама. В ближайших планах посвятить себя семье. Корона, конечно, красива и статусна. Однако, говорит, дороже любви и близких ничего нет.